Что я делаю? Это единственное. Ни о чём другом говорить не умею и говорю только об этом. А делаю я модель естественного языка. Значит, когда делают модель самолёта, то она должна летать. А модель моя, когда она будет сделана, ну, до этого ещё я не знаю, сколько десятков лет, она будет говорить, как мы. Вот всё очень просто. Этим я и занимаюсь. Как это сделать? А вы хотите сделать какую-то застывшую слепок русского языка или что, или неправильно? Ну, только не застывший, а живой. Ведь мы же умеем говорить по-русски, и эта штука будет говорить по-русски. А это что-то связанное с компьютером? Конечно, конечно. Единственный носитель реальный – это компьютер. Потому что мы с вами тоже два маленьких компьютера. Надеюсь, что мы лучше, чем компьютеры. Что вы? Что мы лучше, чем компьютеры. Ну, в некотором смысле много лучше, а в некотором смысле много-много хуже. Так что это неизвестно. Но то, что касается языка – это просто компьютер. Ни лучше, ни хуже. Самый такой, ну, довольно мощный, но всё-таки не очень мощный компьютер. Господь Бог нас сделал плохо. Я бы уже мог сделать лучше. Действительные знатоки сделаны бы ещё намного лучше. Ну, вот сегодня одна. Скажите, вот, потому что вчера вы говорили про говорение и понимание. Да. Мне кажется, как раз было бы сюда. А, объяснить разницу? Да. Я занимаюсь, между прочим, это правда, это верно, что большинство лингвистов, практически чуть ли не все, кого я знаю, что бы они ни говорили про свою деятельность, а занимаются они объяснением, что что-то значит. Так или иначе, в той или другой форме. А я, потому что я всё равно ничего понять не могу, что что значит, а умею только говорить, что что значит. Я занялся, ну, это ещё были причины чисто прикладные, потому что я занялся машинным переводом очень рано. Я считаю, что лингвистика должна заниматься не проблемой, что это значит, а проблемой только, как это сказать. То есть проблемой говорения, а не проблемой понимания. И почему я так думаю? Потому что я считаю, что в понимании язык участвует очень существенным образом. Если бы я вам сейчас говорил всё по-китайски, конечно, вы бы ничего не могли понять. Но русский язык, он между нами, когда вы меня слушаете, для вас это просто орудие проникнуть в мои мысли. Вы же не слушаете с акцентами, я говорю, или без акцента, быстро, хорошо, делаю ошибки или нет. Это вам и не интересно, и незачем. Вам интересно содержание. Так вот, извлечение этого содержания – это не просто знание русского языка, а гораздо-гораздо больше. Вот представьте, что на вашем месте сидит какая-то бабулька с рыбой, бабулька, которая прекрасно говорит по-русски, не хуже вас. Но она не поняла бы ни одного слова, естественно. А если я бы заговорил профессионально с Ириной, вы бы не поняли ни одного слова, хотя это был бы абсолютно нормальный среднерусский язык. Так вот, именно по этой причине понимание – это не языковой процесс. понимание речи, как понимание математической задачи или понимание проблемы уличного движения и так далее, и так далее – это совершенно отдельное, так сказать, дело к лингвистике прямо, отношения не имеющие. Ну, это понимание с помощью языка, правда. Ну и только. Тогда как говорение – это фактически только использование языка, чтобы мне ответить на ваши простые для меня вопросы, мне думать не надо. Я знаю все ответы. Значит, а что мне надо? Мне надо то, что я знаю, облечь в языковую форму. Это и есть для меня язык. Это и только это. Всё остальное – это не язык, а что-то другое, как бы оно важно не было. Кстати, Ира, это и вам будет интересно. Я вчера имел потрясающе, первый раз в жизни имел такой разговор с человеком, у которого была опухоль мозга только что. Вы знаете, кто это? – Конечно. Значит, ему её вырезали. К счастью, она удобно была расположена, она была не злокачественная. Значит, шесть месяцев спустя он в полной форме, и, так сказать, ничего не видно и не слышно. Но он, будучи лингвистом, в течение полутора-двух месяцев страдал от частичной афазии. Из-за того, что опухоль была в левой височной доле, он потерял способность просадически организовывать речь. – Это как? – Это, ну, он начал говорить вот только так. – Как компьютер был. – Хуже, чем компьютер, потому что он не мог увеличить ни темпа, ничего. Значит, при этом он сохранил абсолютно полностью сознание. – Он тратил формулу потемнику. Мы с ним очень много это обсуждали, когда я ему звонила в больницу. То есть в русском языке первый предударный слог, у него небольшая ступень редукции. – А у второго дальнейшего больше? – У второго предударного и заударных большая редукция. – А у него не было? – У него потерялась формула потемнее. Это было потрясающе. – Ну, конечно. – Но он был способен это анализировать. И мы с ним это обсуждали, и он таким образом тяжестился. – Это очень редкий случай. Афазия лингвиста, причём такая неубийственная, когда дело доходит до афазии, обычно человек на грани смерти. И тут уже, в общем, не очень-то. К тому же он сам себя, конечно, анализировать не способен. А тут у человека полностью сохранилась весь разум, вся логика, все знания. И, в общем-то, речь за исключением вот этой маленькой штучки. При этом он рассказывал мне, как он старался потом, там, убыстряя темп или уменьшая темп, он сглаживал, или, наоборот, когда ему хотелось сказать что-то умное, он забывал о темпе, говорил плохо, но... Вот. Ну, а почему мы вдруг это вспомнили? К слову пришлось, что... А, да, что он сохранил полностью, нисколько не поражённую способность понимать, а способность говорить, ну, в маленькой, к счастью, в очень маленькой дозе, и в наименее вредной, потому что его всё-таки можно было понимать, это раздражающе и непривычно, но всё понятно. Он и по телефону говорил так? Да. Да? А как это? Нет, я глупо задал вопрос. Я имел в виду, когда вы с ним говорили по телефону, он ещё говорил так. Ну, да. Это было сразу после. Да, понятно. Я поняла, что это его не расстраивает эти разговоры? Нет, наоборот. Он же абсолютный фанатик лингвистики. Очень много с ним обсуждали. Он абсолютный фанатик лингвистики. У него там какая-то редукция, и что у него не тратилось, и я их правила. Он в некотором смысле... А вот сегодня, по второму предударному слогу, ты уже произнес по-другому. В смысле... Да. Ну, он абсолютно помешан на лингвистике. Людей так преданных, такого интереса ко всему, что вокруг лингвистики, надо поискать. Вот. Так что это в некотором смысле очень удачное дело. Но я это понимаю, к чему я сказал. Вот его, например, пример ясно показывает, что понимание и говорение абсолютно разделены. Они разделены не только логически, но они вот разделены физически в мозгу. Вот тут говорение, а тут понимание. Продолжение следует... Продолжение следует...